Друзья всем огромный привет вы находитесь на канале Екатерины Гришиной сегодня у меня будет несколько необычный новый такой формат видео я решила сделать эксперимент и сделать такой обзор на тему вязания как вы уже поняли из того что лежит у меня в кадре могли уже догадаться в принципе сами последнее время я много смотрела обзоров на канале тех кто вяжет разные вещи мастер классы по вязанию и почему бы подумала я так не поделиться с моими подписчиками с моими друзьями тем чем я занимаюсь может быть даже какие-то советы у вас спросить может быть что-то показать из того что я вижу и если кому-то это будет интересно то пожалуйста оставайтесь для просмотра этого видео желаю вам приятного просмотра и я начну с небольшого рассказа о себе вязала я вообще очень давно очень много даже я вязала вещи на заказ ну заказы это были такие в основном для своих каких-то знакомых меня просили связать на взрослых на детей вязала вещи те которые я вязала их отложила в сторону они у очень долгое время лежали не не довязаны я начала вязать детские вещи сначала связала чепчик для малыша по мастер-классу вспомнила как это делать этот чепчик мы уже отдали конечно же потом я связала манишку для уже девочки годик потом решила связать вот такую вот шапку тоже все по мастер-классу здесь что-то по мастер-классу я смотрела только не только какие-то азы базу брала рисунок взяла из одного мастер-класса вот этот вот это полу патентная резинка вот здесь вот связано здесь вот как видите резинка 2 на 2 помпон мы не захотели и я решила сделать вот такую вот штучку вместо помпона вот такие вот завязочки интересные ну не знаю мне кажется будет нормально единственное что я думаю вот как вот вы советуете мне стоит это делать или нету сюда вот привязать какие-то такие вот может быть внутри надо вшить вернее я так думаю наверное провязать именно сделать в вязку такую в петли и такие вот завязочки можете а может быть не надо не знаю пока думаю это кстати говоря детская пряжа очень хорошие сейчас я вам ее покажу что за пряжа такая пряжа детская называется она детский каприз вот было два вида разного цвета один поярче вот можете запомнить кстати говоря очень очень классная пряжа очень нежная сюда состав входит мериносовая шерсть и микрофибра в общем классные очень хорошие качества вязать на деток да я даже вот думаю что я скорее всего и себе тоже из такой пряжи связала вот эта шапочка связана у меня в две нитки она вот такая тоненькая но в принципе как бы нормально я вот вязала на спицах два с половиной три тут разными спицами было связано вот такая вот 2 и двойная очень нежная просто вообще классный она ну совершенно не будет ни колоть ничего вот у кого чувствительной кожи советую взять даже для себя и манишку я вязала из более яркой пряжи этого тоже вот из-за из этой же серии да тоже мериносовый шерсть шерсть фибра но уже цвет другой был это что касается детских вещей что-то очень нет кстати говорю понравилось вязать детские вещи просто супер потом вот сейчас вот вы видите у меня здесь лежит кофта вернее это джемпер начала его вязать очень давно положила в файл даже видите вот эту страничку я даже не знаю что это за журнал на самом деле то ли бурда то ли верена какая-то хорошо что сохранилась потому что как бы то ни было но по схеме вязать удобнее вот она схема если кому-то интересно очень кстати говоря простая схема вот эта схема сверху листочки как-то сейчас модно вязать с листочками но это другой это другой джемпер кстати говоря вот он его нет на картинке страничка была другая и вот тоже думаю может быть я свяжу а этот вот джемпер связан у меня спицами здесь косы в основном написанный размер вообще как бы самый маленький тут по моему 36 что люди 38 где-то было написано сейчас до 38 40 44 46 50 52 я завязала причем даже на спицах меньшего диаметра чем тут указано и мне она оказалась велика велико я поняла что будет великое распустила и я уменьшила количество пяти то есть у меня получилось на один рапорт меньше чем нужно я так понимаю если вдруг кто-то захочет то я сделала хорош хороший скрин и могу выложить у себя на страничке кстати говоря в сообществе есть я еще могу в сообществе есть эта страничка она там хорошо видно я ее хорошо от высветил то есть там все можно разобрать и схему и описание вот и перед я связал немножко пошире чем за от то есть у меня даже еще прибавлено вот здесь вот и когда соединиться это все вот соединиться эти вот места вот с этим вот остатка вот с этим вот остатком рапорта должно получиться нормально сейчас дай 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 же рукав у меня осталось сделать две убавки по 4 петли для кота рукава я все тут я в зеркальном отражении сделала наоборот рукав не так же вязала а наоборот если меня косички должны быть спереди вот эти вот косички и там и там цвет ниток может быть немножко плоховато видно на самом деле конечно он при ярком освещении когда солнышко светит цвет очень такой красивый мне немножко с каким-то сатиновым блеском что ли я даже не знаю как сказать очень очень красивый переливается переливается этот цвет не знаю можно их найти где-то или нет здесь написано как они называются написан состав это стопроцентный хлопок здесь никаких примесей кроме хлопка анна шапионе что ли как правильно читать филате если я правильно прочитала ну попробуйте поищите можете от найдете нитки очень классный единственный нюанс есть они очень сильно тянутся эти нитки очень сильно тянутся как пружинка и поэтому вязать нужно очень аккуратно не вытягивать и когда распускаешь тоже в общем такой момент то что надо очень аккуратно если распускаешь потом из этих ниток вязать сложновато из небольшого количества вот этих ниток думала думала что связать но на шапку слишком ярко это здесь не видно он показывает у вас на камере сейчас скорее всего как красный это не красный ярко малиновый цвет ну думаю что свяжу какую-то безрукавку я сейчас поищу в общем что можно связать и скорее всего я свяжу свяжу какой-то безручку безрукавочку себе из этих ниток смотрите вот такая бобинная пряжа опять же видите какой яркий цвет вот завязан у меня из этих ниток был вот такой вот джемпер вот смотрите красивый рисунок здесь шишечки здесь какие-то узоры здесь вот идет еще один узор из нескольких рапортов чистая шерсть хорошая нитка опять же ведь такой яркий цвет опять я завязала вот здесь вот очень узко и не знаю как я буду вязать перед и честно говоря вот у меня сомнения стоит ли вязать или распустить потому что я узор уже не помню как я буду вязать я не знаю распускать жалко конечно связан рукав и связана спинка рукава идет вот такой вот рисунок простой если бы это был перед можно было бы спинку связать таким рисунком я думаю что вот такой рисунок я бы может быть и нашла в общем не знаю даже что делать наверное придется распускать этот свитер хотя жалко во первых во первых то что я с размером низа ошиблась неправильно начала вязать как я теперь буду делать так чтобы делать с разрезами вот здесь вот может быть либо перед вязать пошире пока не знаю здесь без заката принципе вяжется просто посоветуйте что делать чтобы вы сделали на моем месте мне честно говоря жалко распускать есть у меня такая идея постирать рукав и посмотреть говорят что бобинные пряжи очень хорошо раскрывается после стирки смотреть что будет с ней после стирки можно джемпер я буду сейчас вот довезу вот этот вот рукав мне тут осталось уже буквально чуть-чуть и там надо будет обвязывать горловину крючком вяжется вот такой вот рисунок столбиками точно также обвязывается рукав остатки вот таких вот ниточек это шерсть чистый 90 процентов где 10 процентов полистир вот такая вот на флюрекс тоненькая очень очень хорошего качества не на какие-то импортные нитки сейчас уже на такие не найти и остатки вот такой вот советской пряжи она не крашеная соединить вот с этой ниточкой что-нибудь связать здесь очень много здесь очень длинная нитка вот решила перевязать половину переда вот отсюда начала все перевязывать распустила что мне не понравилось что ты она путала как-то было некрасиво и еще я по-другому закрывая горловину здесь я другой метод выбрала более такой правильный более красивый потому что без ступенек получается и по той причине что я буду здесь все-таки обвязывать крючком я еще это не не умею этого делать буду учиться чтобы был край более ровный я закрываю его по рисунку после этого я решила что отдельно не буду стирать эти все части которые я связала я довязала уже рукава получается достаточно плотная вязка но я даже не знаю хорошо это или плохо с другой стороны можно будет и зимой надевать этот джемпер из чистого хлопка иногда бывает теплая зима и вполне можно под одежду сначала сошью сверху плечи наверное потом я уже буду делать обвязку сразу потому что мне кажется если целиком его сшить будет просто неудобно наверное сошью сначала плечи потом обвязку потом буду сшивать бока друзья вот сейчас заканчиваю уже делать обвязку крючком скажу честно немножко пришлось помучиться в первый раз делаю так такую обработку горловины и здесь в общем третий ряд уже у меня идет крючком обработка это спинка и спинка у меня получается аккуратнее и на мой взгляд у такого джемпера вот намного красивее как-то смотрится вот такая обвязка нежели если бы я сейчас спирт спицами обвязывала в общем сшила до сшила плечи сшивала вчера сейчас довяжу уже горловину прям буквально вот осталось несколько стежков буду сшивать бока потом буду рукава пришивать и у меня там пойдет еще обвязка рукавов скорее всего если не так вот останется доделала вчера в общем сшила рукава к изделию же почти готова все вернее рукава один рукав горловина рукав буду сейчас пришивать 2 нормально так получается правда немножко широковато получается рукава сейчас не стала приложивать штатив уж некогда просто хочется побыстрее сделать уже когда полностью пришьется сделаю в это и уже тогда полностью покажу еще у нас сегодня пошел такой достаточно сильный снег сейчас пока собиралась он уже не такой сильно идет шли прям такие хлопья наконец-то я закончила свой джемпер как видите он получился очень даже красивый я пока еще не проводила в т.о. вот здесь у меня нас идет шов как раз на ажурный такой вязки и которые совершенно практически не видно что меня в общем-то вполне устраивает сшита так что у меня немножко в видоизменен был рисунок и поэтому получилось очень даже неплохо по поводу рукавов можно носить джемпер двумя разными способами можно вот так вот немножко делать фонариком рукав вот как показано с левой стороны у девушки на фото как раз такой вид немножко грубовато лежит рукав потому что я еще раз повторю я пока не проводила в т.о. вот я показала вам красно девушки как сидит рукав после в т.о. он будет лучше мягче лежать после после того как все отпарится и в целом вот такой вид получается где-то на 10 примерно петель у меня идет уже меньше набран рукав и меньше набрано само изделие снизу так и вязка у меня достаточно плотная я не люблю когда очень такие дыры образуются между петлями спинка у меня связаны еще плотнее чем весь остальной джемпер и горловина обвязана крючком там идут две разные вязки это можно будет потом по описанию посмотреть рукава я не обвязывала крючком сейчас вот посмотрите я показываю вам насколько длина рукава мне соответствует потому что я не знаю буду ли я делать обвязку крючком у меня есть небольшие сомнения на этот счет надо ли это делать потому что тогда рукав удлинится еще больше а во время того когда и носишь изделие из хлопка они достаточно сильно вытягиваются рукав связан вполне аккуратно и поэтому у меня есть сомнения насчет того надо ли делать обвязку крючком стоит ли это делать хотя нитки конечно остались вот такой получился джемпер на если вам интересно можете посмотреть сообществе я прикреплю более подробное описание вот этого джемпера вы посмотрите и если есть вопросы пожалуйста задавайте в комментарии буду рада ответить на них всем спасибо за внимание вот такой получился джемпер вполне по моему не отличается от оригинала всем пока